Это пятница, программа «Тема дня», соответственно, по пятницам. Это тот самый чудесный день, когда мы обсуждаем самые интересные и актуальные темы в нашем городе. Ну а с нами вся Тверь, надеюсь, и Тверская область тоже подключается. Меня зовут Татьяна Ларина, а ваше постоянное любящее вас ведущая, а также Светлана Никифорова. Привет, Светлана. Здравствуйте. И сегодня мы рады поприветствовать гостя программы «Тема дня» Игорь Владимирович Минтишов, кандидат медицинских наук, уролог-онколог, уролог-андролог, врач больницы Пирогова. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Тема дня у нас сегодня «Мужские и женские проблемы», а также «Как они решаются». Тема всегда актуальная, решения тем более есть, и я думаю, что врач нам сегодня о них расскажет. Итак, «Мужские и женские проблемы». Как часто, Игорь Владимирович, с ними обращаются к урологу? Ну, в принципе, обращения нередки, к сожалению. Мужчины чаще всего обращаются с проблемами, связанными с простатитом. Женщины всевозможные хронические острые циститы. Вот это основные проблемы, с которыми чаще всего, в большинстве случаев, сталкиваемся ежедневно и неоднократно в день. То есть проблемы вот такие, как простатит, цистит, они для людей более возрастных? К сожалению, тот же простатит и цистит сейчас стали молодеть, значительно молодеть. Все это связано с тем, что, ну, в том числе и молодые люди мало уделяют внимания своему здоровью. То есть ограничивают двигательную активность, ну, не вполне здоровое питание, всевозможные фастфуды и так далее и тому подобное. Тоже оказывает влияние? Тоже оказывает, даже питание оказывает влияние, потому что может приводить и к ожирению, соответственно, к изменениям гормонального фона. Вот, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Больше проблем возникает у женщин или мужчин? Ну, вот, за последние несколько месяцев обращение примерно, ну, паритетное. То есть количество женщин и мужчин примерно с одинаковыми проблемами. А возраст обращается к вам больше все-таки в молодом возрасте или уже возрастном? Да, с какого возраста начинает приходить? Самый молодой пациент в Твери, который у меня был, ему было 19 лет с застойным простатитом. Уже 19 лет? 19 лет. Да, но юноша с болевым синдромом, все как полагается. Ну, юноша очень мало двигался. То есть малоподвижный образ жизни? Да, да. Переохлаждение, это, наверное, тоже влияет, да? Или запущенный простатит с чем? Ну, на фоне застоя переохлаждение просто провоцирует воспалительную реакцию. А не было лишнего веса у него? У него нет. То есть он просто много сидел, играл в игры? Он в основном сидел, скажем так. То есть это школа, там, точнее, вуз на тот момент уже. Какое-то у него было освобождение от физкультуры, насколько я понял. Ну, то есть мы понимаем, что если у него был хронический простатит, значит, у него уже нет с 14-15 лет. Вот это все началось и привело к этому. Или как? Я думаю, что, да. Ну, в принципе, для того, чтобы сформироваться застою, достаточно хорошего полугода при адекватном образе жизни. И, то есть вот, малоподвижность, тот же фастфуд и так далее, и тому подобное, приводящее к нарушению функции кишечника. Вот, застою в малом тазу, ну и, соответственно, это все быстро достаточно формируется. Другой вопрос, когда и как это подаст голос, это непредсказуемо, и насколько это будет сильно. А если женщины ведут малоподвижный образ жизни, это может сказаться на их половых функциях и проблемах? Ну, в принципе, механизм везде примерно одинаковый. То есть застой в малом тазу, недостаточная циркуляция крови, лимфостаз, вот, плюс особенности анатомии женской, приводят к развитию хронических циститов. Игорь Владимирович, а скажите, почему именно урологию Вы выбрали в медицине? Я так понимаю, что Вы заканчивали наш мед? Да, я заканчивал только медакадемию в 1995 году. Ну, я так понимаю, что когда начинают учиться, поступают же на лечебный, да? Лечебный факультет, да, лечебное дело. А потом какой-то промежуток, кроме того, год или два учатся, да, потом выбирается профессия? Или это сразу уже выбирается профессия? Нет. Специализация? Нам повезло, у нас еще была субординатура по хирургии. Нам всем повезло, что нас учил Андрей Дмитриевич Никольский, а он, ну, достаточно великий уролог. Вот он меня и соблазнил в урологию. То есть был как бы наставник, который дал как бы толчок, и Вас это увлекло? Да, там, ну, достаточно такая многопрофильная дисциплина. То есть мы получаемся и терапевты, и неврологи, и психологи, и в том числе хирурги. А получается, урологи это и мужчины, и женщины. А Вам с кем больше нравится работать? С мужчинами или с женщинами? Мне нравится все равно с кем работать. Главное, чтобы был хороший эффект от лечения. Это понятно. От любого специалиста, да, который занимается своим любимым делом, ему важен результат. Ну, все равно, есть же как пациенты более... Ну, женщинам удается быстрее, доходчивее объяснить, что необходимо. Потому что как-то вот по отношению к себе женщины... Более внимательные. Более внимательные, да. И, может быть, они менее стеснительные? Я бы не сказал, что менее стеснительные. Нет, более рациональный подход к собственному здоровью. Потому что она, грубо говоря, да, заботится о мужа, заботится о детях. И вот этот вот критерий заставляет ее заботиться о себе. То есть это за самосохранение ей нужно, чтобы сохранить себя для своей семьи и своих детей. Для своей семьи, совершенно верно. Мне кажется, мужчинам современным тоже так этого не хватает, качество вот этой заботы о себе, в первую очередь, о всех, кто окружает, да? Ну, к сожалению, да. Ну, наверное, женщина все-таки более исполнительная. И когда врач ей прописывает какие-то процедуры, лечения, препараты, она более исполняет это все. Они более четко выполняют рекомендации, назначения. Опять же, из-за материнского инстинкта. Она требует это от детей, она им показывает. Видимо, это вырабатывается вот на уровне подсознания, что раз требую от кого-то, должен выполнять сам. Являюсь примером, да? Может быть, еще менталитет вот такой у русского человека, у некоторой лень присутствует. Просто лень, человек знает, что надо, знает, что опасно, не заботится о здоровье, а все равно... Ну, я бы не сказал, что лень, скорее, отсутствие санитарной грамотности. Вот в советские времена, я их еще помню, слава богу, была активная сам просвет, работа. Ну, то есть гигиена преподавалась, да, в тех же вузах? И не только в вузах, и в школе, на уроках биологии, там, в старших классах. Сейчас, к сожалению, это все утрачено. То есть человек оставлен на поиске какой-то информации, не всегда адекватной, где-то в интернете. И так далее, и тому подобное. Чаще всего находят, ну, не вполне адекватную информацию. Вот, я тут почитал, мне один пациент сказал, сайт, ну, в общем, как бы... Некоторые люди сами себе диагнозы умудряются ставить, они могут перелопатить гору всего. И то, что касается медицины, порой это информация, которая противоречит вот сама себе и разные источники друг друга. Ну, в частности, поэтому наша клиника, больница Пирогова, начала, ну, выпуск таких просветительных брошюр для пациентов. То есть, которые посвящены каждой специальности отдельно, чтобы пациент знал, как раз вопрос возник, почему урология, кого лечат, мужчина или женщина. Вот. Чтобы этих вопросов не возникало, это раз. И, во-вторых, по некоторым симптоматике заболеваний, по причинам заболеваний, в том числе это и профилактика, да, и формирование здорового образа жизни. То есть, создается вот серия буклетов будет по урологии, по флебологии, по общей хирургии, вот, в разработке по терапии, терапевтической... Это обучение, как бы, населения города, области, который может не только где-то в интернете найти неграмотную информацию, но правильную и четкую прочитать в ваших брошюрах. Ну, это, скажем так, просветительское сподвижничество, я бы назвал. Потому что, на самом деле, люди просто не знают, в какой ситуации куда обратиться, это раз. Во-вторых, не зная общих проявлений каких-то, пропускают достаточно грозные ситуации. Это касается не только урологии, это касается и кардиологии, и неврологии, и любых дисциплин. Вот. Мало этому, к сожалению, сейчас внимания уделяется. Раньше было это все активнее. Был даже врач по санпросвет работе, который сидел в городском управлении и занимался формированием бюллетеней всевозможных и так далее, которые по предприятиям и так далее рассылались, распределялись. Сейчас этого врача нет, но вот какую-то часть его работы будет выполнять наша клиника, чтобы люди умели себя беречь и знали от чего. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы работаете в клинике Пирогова. А почему именно эта клиника и чем она вот привлекла? Чем такое вот такая какая-то изюминка, что можно посоветовать нашим жителям Твери и области приходить именно в эту клинику? Ну, я бы сказал так, для начала, почему я работаю? Там собрался коллектив единомышленников с очень высоким уровнем практической подготовки. Там работают в том числе и мой учитель, Яков Григорьевич Шульман. А работать под его руководством со студенческих лет было достаточно приятно и надежно. Помимо того, что очень высокий уровень профессионализма, это вот для пациентов уже профессионализм и оснащение, там очень сильно развит контроль за качеством оказания медицинской помощи. То, о чем твердят сейчас везде. То есть уровень крайне высок. То есть, получается, пациент не только получит лечение, но и дальнейшую как бы введение? Пациенты получат лечение и рекомендации по наблюдению, там, и в послеоперационном периоде, если это вот по моему департаменту амбулаторный пациент, как себя вести в определенные там периоды и так далее и тому подобное. То есть схему динамического наблюдения. Если он заинтересован в результате, то он будет в той или иной степени это выполнять. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, там, не по всем проблемам есть такие жесткие критерии, вот, выполнения. Кто не захочет, но, в принципе, так сказать, это личное дело каждого. Это личное дело каждого. Навязывать ничего не будем, но будем настоятельно рекомендовать. Игорь Владимирович, каковы вот первые симптомы, с которыми человеку нужно срочно идти к врачу-урологу? На что обратить пристальное внимание? Появление крови в моче, появление болей резьей при мочеиспускания. Это касается всех фактически. Возникновение высокоинтенсивных болей в поясничной области. Вот. Сопровождающейся или без повышения температуры тела. То есть вот это вот, ну, то, когда уже надо бежать, когда... То, что называется, караул. А как-то вот у мужчин проявляются заболевания, которые передаются половым путем? Ну, тут есть некоторые особенности. Они могут обуславливать и провоцировать развитие тех же простатитов. Могут протекать длительное время, что у мужчин и женщин совершенно бессимптомно. Ну, у женщин циститов нередко. Вот. Протекать бессимптомно. Самый не лучший вариант – это бессимптомное длительное носительство. И, скажем, таким образом. То есть болезнь идет, болезнь прогрессирует, развивается спаечный процесс, развивается вяло текущий, в малом тазу, например, у женщин развивается. До какого-то обострения, да, он не проявляется, возникает, развиваются застойные явления, усугубляются в предстательной железе, появляются рубцовые изменения в ткани предстательной железы. И люди могут об этом даже поговорить? Люди до поры, до времени, до какой-то манифестации спровоцированной употреблением алкоголя, острой пищей, каким-то переохлаждением, стрессом, пока все это не будет протекать с выраженными клиническими проявлениями или в острой форме, не обращают внимания на это дело. И в это время в эпидплане достаточно опасно. Не зная то, что есть заболевание, ну, можно, скажем так, сделать маленький презент близкому человеку и так далее. Поэтому в первую очередь меры профилактики. То есть, получается, пока у человека не вызовет каких-то симптомов, типа кровоизнабжения? Ну, не обязательно. То есть, это может быть болевой компонент, дискомфорт при мочеиспускании, все что угодно. То есть, вот, это может при инфекциях, передающихся половым путем, это не венерические заболевания, это разные вещи совершенно. Вот, при том же хламидиозе или уреоплазмозе чаще всего первично хроническое течение. Острый хламидиоз, острый уреоплазмоз, он бывает крайне редко, вот эти уретриты в частности. Вот. А как часто нужно проходить проверку своего здоровья? Ну, есть человек здоровый. Скажем так, это зависит от образа жизни, от совести, от уважения к своему партнеру, вот в первую очередь. Ну, раз в полгода точно. Ну, при необходимости. То есть, если, ну, скажем так, есть грешок за душой, лучше сходить. Ну, не стоит бежать сразу после греха, потому что обычно, обычно на пятые-седьмые сутки только диагностика, те же ПЦР и так далее, становятся информативными. Раньше просто бактериальная масса не накапливается. А насколько... Ну, лучше, конечно... Насколько важны средства контрацепции? Действительно ли они вот так важны? Механические средства контрацепции, они уменьшают риск заболевания, но полностью не снижают. Те же гепатиты в ячейках латекса, в структуре молекулы, да, диаметр между молекулами, промежуток между ними, раз в сто, наверное, больше, чем диаметр вируса гепатита В и С. Как же тогда быть человеком больным? Вот, но риск снижается. Риск снижается с гепатологом определенным образом согласовать терапию. То есть, активных вирусоносителей у нас не так много, на самом деле. То есть, человеку можно решить эту проблему, вести свою половую жизнь дальше? Абсолютно. Совершенно нормально, активно. Ну, получается, из вышесказанного, что если человек, у него есть какие-то боли, рези, например, кровь, там, да, при мочеиспускании, он приходит к вам. Как сразу вы ему советуете делать операцию? Или нужна ли сразу операция? Ну, вопрос, давайте так. Есть заболевания, при которых показано оперативное лечение. То есть, существует понятие в медицине показания. Это не то, что я хочу, вот... Прооперировать. Прооперировать себе почку. А зачем и для чего... Он и нужна ту самую. Поэтому, существуют критерии, да, показания. Есть проблемы, которые подлежат оперативному лечению, есть которые консервативному. Есть проблемы, в частности, та же доброкачественная гиперплазия предстательной железы, но по-другому аденома, которую можно вести и консервативно до определенных критерий. При наличии абсолютных показаний, тут даже философствовать не надо ни урологам, ни пациентам, то есть обращаться в стационар и решать вопрос с оперативным пособием. Но сейчас технически есть возможности, причем они достаточно давно. В России просто малоизвестны, по регионам тем более. Я впервые столкнулся с термотерапией, гипертермией при аденоме предстательной железы. У нас статья была в 98-м году в Управлении делами президента в ЦКБ. У нас появился аппарат Просталунт. Вот как раз мы тогда разрабатывали критерии совместно с ней урологии, критерии подготовки к операционному лечению. Это не оперативное лечение, скажем так, это высокотехнологичный метод консервативной терапии, который в некоторых ситуациях может заменить операцию. Да, это раз. И во-вторых, пациенты с цистостомами, имеющие в анамнезе инфаркты, которых нельзя оперировать, вот это пациенты, которым в принципе при проведении термотерапии можно заживить цистостому. То есть это определяется заменой операции? Да. В Европе, в Дании, в скандинавских странах, в Израиле, в США, в Канаде, она приравнивается к трансрутральной резекции. Но в отличие от трансрутральной резекции, она не кровавая, длится всего час. В принципе, обычно после манипуляции пациент может сразу уйти домой. В некоторых ситуациях наблюдаем сутки, можем до трех наблюдать. У нас свой стационар, то есть мы имеем все возможности понаблюдать за пациентом, если это требуется, да, или по моему департаменту, или по смежным дисциплинам, там, кардиально отягощенный пациент, после процедуры лучше его, конечно, сутки понаблюдать. А операция делается как лапароскопия? Нет. Через мочеиспускательный канал вводится катетер с излучателем, разогревается до определенной температуры ткань предстательной железы. То есть это никаких разрезов, никаких проколов, никаких дырочек в организме мы не делаем. Дырочки в правом боку не образуются? Абсолютно нет. То есть если даже какая-то киста есть, то это все через мочеточники идет? Нет. Или как это делается? Это делается при аденоме, при гиперплазии предстательной железы. То есть в мочевой пузырь вводится катетер с излучателем радиочастотным. Разогревается, ну, по принципу микроволновой печи, больше аденоматозные узлы. Там из-за того, что и как в любой опухоли, доброкачественные, и так далее, там обменные процессы активнее, соответственно, они поглощают радиоволну активнее. И постепенно, где-то в течение трех месяцев, она склерозируется потихонечку. Восстанавливается мочеиспускание, да, заживляются цестостомы. А как идет реабилитация после операции? Насколько она длительна? Это зависит от пациента, или же это вот есть стандартно, там, три недели, и можешь уже идти на работу? На работу можешь идти сразу после операции. Все в руках врача и пациент. А график динамического наблюдения – это раз в три месяца. То есть через месяц осматриваем, обследуем, корректируем терапию. Поддерживающего. И на третьем месяце дается завершающая рекомендация. И потом, ну, в среднем раз в полгода. Ну, по уму, каждый мужчина лет сорока, как это за рубежом принято, да, раз в полгода. Сам хожу, честно, сознаюсь. Мне не стыдно, не зазорно. Я требую это от других. Поэтому я это обязан выполнять сам. То есть сам пропагандируем здоровье, да, за то, что вы следите за своим здоровьем, качественно относитесь к своему здоровью. Ну, я иначе не смогу это требовать от пациентов. Замечательная позиция. Игорь Владимирович, вот чем больше слушаем вас, тем больше убеждаемся, что надо вести здоровый образ жизни, обязательно регулярно наблюдаться. Расскажите нам, нашим слушателям, как к вам записаться на прием. Клиника находится на улице Спартака, дом 42Б. И телефон для записи 394949 и 394939. Больница Пирогова. Больница Пирогова. Больница Спартака. И сайт есть sidus.su. Да, да. Обязательно зайдем и знакомимся. Ну, а кто еще не проверил свое здоровье, сделайте это, потому что многие заболевания сперва могут протекать бессимптомно. Скажите, Игорь Владимирович, какова профилактика заболеваний? Что человек может сделать, что в его силах, чтобы не болеть? Ну, для начала это просто вести адекватный здоровый образ жизни. То есть я не требую, да, там, полного отказа от алкоголя, там, бегать по 100 километров в день. Нет. Все в миру. И все в миру – это уже хорошо. То есть не переедать, не злоупотреблять. От бокала вина там красного в месяц, ну, ни с кем ничего не произойдет. Главное – не допускать злоупотребления. И самое главное, самое главное, все-таки, вот по моему департаменту, что для мужчин, что для женщин, это адекватная двигательная активность. К сожалению, ну, и благо цивилизации в виде всевозможных автомобилей, вот, которые правильно было сказано в фильме. Наши люди на такси за хлебом не ездят. Но у нас сейчас люди все стали ездить вплоть до того, что из подъезда в подъезд на автомобиль, но это отнюдь неправильно. И по дому на стуле кататься на движущемся. Ну, вот, такого я не застал. Так, а если коснуться вот интимной жизни человека, вот, с точки зрения уролога, что предпочтительно, один половой партнер или несколько, это тоже нормально? Ну, с точки зрения уролога, с точки зрения человека, в общем-то, да, не буду в религиозной подробности. Я считаю, что партнер должен быть один, и это адекватно. Ну, как-то... Пока он партнер. Ну, да, соответственно. Потому что, в первую очередь, уважение друг к другу, к близкому человеку, это первый шаг в профилактике тех же инфекций, передающихся половым путем. Никто нового ничего не придумал. То есть, порядочность в отношениях, отсутствие беспорядочных каких-то связей, там, непонятно как, непонятно для чего. Вот. Это все как шаг первичной профилактики, в том числе инфекции, передающиеся половым путем. И осложнение этих инфекций. А вы говорили, что питание оказывает прямое влияние на здоровье. Ну, что порекомендуете? Как питаться и что не есть? То есть, фастфуд не есть вообще или есть на умеренном? Сахар, соль? Сахар, соль, столько, ну, сколько душа требует. Ну, тоже, опять же, все хорошо в меру. Вот. Но фастфуды, они чем не очень хороши. Там много тяжелых жиров всевозможных. Трансгенные жиры там содержат. В том числе, да. И вот эта проблема. Все это приводит быстро очень к ожирению. Причем не только к таким формам, которые мы видим на глаз, но и к абдоминальным формам ожирения, да, когда за счет увеличения жировой токалии... Дисцерального жира, да. Дисцерального жира, да. Дисцерального жира, да. У мужчин в первую голову начинаются раньше даже проблемы, потому что высокий эстрогенный фон, который... То есть вот это абдоминальное ожирение, которое, да, у мужчин, это является вот этой той же причиной? Все эти так называемые пивные животики, животики после гамбургеров. То есть это когда женские гормоны у мужчин? Да, у мужчин. Ну, мы все имеем и мужчин, и женщин, на определенный уровень гормонов и мужских, и женских. Но повышение любого... Жировая клетчатка – это активный продуцент эстрогенов. Чем больше эстрогенов, тем даже при нормальном уровне тестостерона блокируется рецептор, он выключается из действия, и начинается изменение со стороны психики, то есть такие стероидные типы становятся, вот, и приливы, даже если нормальный уровень тестостерона, но высокий уровень эстрогенов. Вот. И риски не только урологические, да, то есть снижение потенции, снижение фертильности, то есть способности, в первую очередь, риски по кардиологии – это тромбозы, это инфаркты, это инсульты по неврологии. То есть тут вот чуть-чуть надо выбрать, что хочется. Лишних два гамбургера или инфаркт, и инфаркт в нагрузку, вот, или просто погулять без инфаркта и без простатита. То есть тут каждый выбирает для себя. Ну да, то есть нашим слушателям нужно объяснить, что физическая активность, она должна быть дозирована, потому что многие сейчас… Разумно и дозированы. Да, разумно, без фанатизма, скажем так, потому что у каждого она своя, свой потенциал физической активности, и можно навредить также физической активности. Ну, для этого всегда можно посоветоваться с терапевтом, с неврологом при необходимости. Для этого существуют всевозможные фитнес-центры, где есть, в частности, Атлетик Джин, да, где есть грамотный, адекватный инструктор, который подберет и программу, подскажет, расскажет, и нагрузку дозированно будет повышать. Вот, и куча проблем, связанных просто с… У нас как-то в крайности народ бросается. Да-да-да, я про это же… Или я сижу непрерывно ем гамбургеры, вот, пока конец света не наступит. А потом резко, то есть полностью дотренированный человек, бегу, хватаю штангу и начинаю там отжиматься, приседать, и заканчивается все инфарктом, что от штанги, что от гамбургера. Вот, но это немножко неправильный подход. Немножко больше разумности в своем поведении, и проблем будет намного меньше, чем сейчас. А вот мочекаменная болезнь, она только от неправильного питания или от напитков тоже? Ну и напитки, содержащие красители, в общем-то, повышают риск развития мочекаменной болезни. Я не буду называть конкретные напитки, но всем понятно более-менее, чтобы потом… Как много в жизни удовольствия их? Не получить суверный иск. Опять же, от бокала окрашенного лимонада, как бы он ни назывался, ну ничего не произойдет. Но если это литрами в день, как сейчас детишки… Ну то есть, я говорю, что когда все дозировано и в норме, можно есть, пить, все что угодно. Покушал, погулял, и жизнь прекрасная, замечательная. Но, тем не менее, мочекаменная болезнь, она чаще все равно во взрослом возрасте или у детей она тоже встречается? Ну, у детей значительно реже там должны быть серьезные обменные нарушения, чаще всего нередко генетические, там типа педагрических и так далее и тому подобное. У нас регион эндемичный по мочекаменной болезни, по зобу из-за особенностей воды. Местная водичка требует обязательно термической обработки перед употреблением. Может быть, что-то нужно добавлять в пищу? Какие-то витамины, какие-то продукты, ну еще фрукты, что посоветуете? Витамины группы В, вот, они снижают риск развития. И опять же, регион богатый клюквой, брусникой и так далее. То есть, кушаем лидоиды? Вот. Добавить себе в диету тот же клюквенный или брусничный морс, мы снизим риск развития мочекаменной болезни. Так же, как с пелонефритом. Есть же детские детки, болеют пелонефритом в раннем совсем возрасте. Он откуда возникает у детей? Ну, особенности анатомии. Опять же, то есть это генетическая особенность? Нет, это особенности чисто анатомические. Это затрудненное мочеиспускание и так далее и тому подобное. Опять же, это может быть добанальное несоблюдение родителями гигиены детей. При фимозах, при фимозах, вот сужение крайней плоти, у мальчиков там воспаляется смегма, инфекция, то есть пелонефрит у мужчин вообще достаточно редкая вещь. Чаще всего это следствие или того же простатита, или у ребенка не может быть простатита. Но несоблюдение генетических мероприятий или боязнь. Да, вот надо действительно ему там по показаниям выполнить обрезание ребенку. Ну, как же так? Мы там не они и обрезание делать не будем. Вот этот неадекватный подход чаще всего приводит... Ну, это опять же безграмотность родителей. Абсолютно, абсолютно отсутствие санитарно-просветительской какой-то работы. Есть передачи по телевидению, но не все они носят адекватный, опять же, адекватный вопрос адекватности, характер. Вот. Раньше их было больше. Вообще больше было полезного контента в средствах массовой информации, на мой взгляд. А сейчас как-то все это переросло в какой-то кич и гротеск, и отталкивает людей. А вот аномалия почек, как часто она встречается на вашей практике? Была ли там три почки, раздвоение почки, еще как-то? Удвоенные почки сталкивался. Обычно жить не мешает, если там не заводится какое-нибудь безобразие из-за нарушения родителей. Но это тоже генетическая особенность, или это что? Это врожденное. Врожденное, это вот так вот появилось. Особенности эмбрионального развития. То есть никто не понимает, почему так развивался эмбрион, у него получился вот так. Вот почему-то он так развивался, почему, непонятно. Ну то есть, в принципе, человеку с удвоенной почкой жить можно, нужно, не надо ничего там удалять, все у него хорошо. Нет, ничего не надо. То есть, в принципе, никакой, скажем, лишней нагрузки на почку нет, не является. Почка в норме работает, ну, в четверть своей силы, каждая. То есть она так немножко ленится. И даже некоторые онкобольные, кому приходится вот рак почки у пациента, удаляем почку. Вторая, чаще всего, если она там не пострадала каким-то другим образом, там, из-за атеросклероза и так далее, она полностью компенсирует работу двух почек. И еще остается большущий запас. То есть, в принципе, ничего страшного, да, если во время операции, ну, по необходимости. Получается, что ампутирование удаление почки. Почка остается одна в организме. Я к тому, что с одной почкой... Не, 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 просто можно, нужно жить. Иногда бывает и нужно. Нужно жить. С другого выхода нет. То есть двигательная активность, питание, все то же самое остается... Ну, то, что может привести к травме почки, исключить, там, рукопашным боем заниматься, там, каким-то мотоспортом, автоспортом. Ну, и моим спортом тоже не важно. Я напомню, у нас сегодня пятница, программа тема дня, сегодня здоровье, а также мужские и женские проблемы, но не только. Сегодня в нашей программе мы коснемся и творчества нашего гостя, и его спорта. Что это за вид спорта суперсовременный, очень интересным поговорим. Игорь Владимирович Матюшов, кандидат медицинских наук, уролог-онколог, уролог-андролог, врач больницы Пирогова. Вот, коснулись мы уже темы онкологии. Обращаются ли вообще в Твере с онкологическими заболеваниями в половой сфере? Ну, заболевания онкологические, мочеводелительные системы, они не редкость, и не редкость при обращении. Их стало чаще в современном мире? Или они так, как были вот в том веке, в нашем веке, в конце того века? Ну, скажем так, рост заболеваемости, тут много критериев, которые приводят к более частому выявлению. Это и улучшение качества диагностики, все-таки, то есть очень много на ранних стадиях неинвазивных методов, там, ультразвуки и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, и, к сожалению, то, что стали исчезать врачи-специалисты, люди приходят нередко уже с запущенными формами. То есть им некуда обратиться. Они не имеют достаточно, вот почему в том числе больница Пирогова этим сейчас занимается, то есть, да, санитарно-просветительной, просветительской работой. Недостаточно информации о том, что когда нужно обратиться. Тянув до последнего и обращаются нередко. Очень поздно. Да, обращаются, когда радикально что-то решить невозможно. Хотя на современном этапе любые онкологические заболевания, ну, если не все, то почти все они подлежат. И, возможно, радикальное излечение, то есть, это, ну, бред какой-то, когда говорят, что все, вот диагноз рак, это крест на всей жизни. Нет, все лечится, все лечится достаточно хорошо, адекватно. Но онкодиспансер в свое время, Тверской, в советские времена, он был, в пример ставился другим. Это был ведущий диспансер, на базе которого, в общем-то, шло выздоровление таких пациентов, лечение выздоровления. В СССР онкодиспансер Твери, он занимал одно из первых мест по качеству и диагностике, и лечению. Вот, я не думаю, что что-то значительное изменилось, кроме увеличения адской нагрузки на врачей из-за того, что исчезли специалисты. Вот, но специалисты там высококлассные, высококачественные, и могут адекватно помочь. И не надо замыкаться, бежать к бабкам. К деткам. К деткам там, к каким-то знахарям и так далее. Все вполне прилично лечится, главное, вовремя поставленный диагноз. Главное, вовремя обратиться. Тем более, я слышала о таких ситуациях, когда бывает не только первая стадия онкологического заболевания, но даже какие-то предраковые состояния. Ну, существуют, да, понятия облигатные факультативные предраки. Это большая такая тема, долго можно рассказывать. Но, вовременно выявленные, опять же, эти ситуации позволяют их или пролечить, или компенсировать, или определить программу наблюдения, чтобы потом или опухоль не развилась, или отловить ее и пролечить на самой-самой-самой ранней стадии, когда она локализована буквально в несколько клеток, и никакого большого вреда организма не принесет. То есть, человек удаляется и человек продолжает. Да, в том числе. Говорим сегодня о здоровье с Игорем Ментишовым. Напомню, что партнер темы дня по пятницам агентства путешествий ООО «Рус и туриста». Заходите на сайт turista69.ru или звоните по телефону 644-255. Правда ли, Игорь Владимирович, что наше здоровье в первую очередь в наших собственных руках? Не могу с этим не согласиться. Абсолютно согласен. То, что мы уже обсуждали, это разумный образ жизни. Но если вдруг возникла проблема или какие-то сомнения, в шаговой доступности находится мощно оснащенная клиника с самыми передовыми методиками и диагностики, и лечения. То есть вот наша больница Пирогова, где прекрасный врачебный коллектив. Это касается и стоматологии, это касается и пластической хирургии, и общей хирургии. Таких дисциплин, как эндокринология, урология, гинекология. То есть у нас широкопрофильное учреждение. Тем более, ну, больше за... Если с хирургией, да, вот тут у вас доктор Седов выступал, он рассказал о методиках, о методиках, методиках самых современных. Не хуже оснащено урологическое отделение. У нас вот то, о чем мы говорили при аденоме предстательной железы, единственный на весь регион и соседние регионы аппарат для проведения термотерапии, то есть безоперационного лечения аденомо-предстательной железы. У нас мощное физиотерапевтическое сопровождение лечения хронических простатитов, хронических циститов. То есть то, что говорит, как говорят, да, такое оскомину набило, по последнему слову техники. Причем техника достаточно, скажем так, современная. Высококвалифицированная. Высокотехнологичное оборудование, да, и некоторые аппараты представлены и в Тверской области, в регионе в целом, да, и у соседей в единственном экземпляре. Мы ими оснащены, опыт работы с ними достаточно большой. Приходите лечиться и проверяться в больнице. Для начала обследоваться для того, чтобы сохранить здоровье, а потом совместно с пациентом принять решение о компенсации утраченных функций, восстановлении здоровья и так далее. Для этого у нас в центре разрабатываются программы обследования по программе мужское здоровье, женское здоровье и так далее, и тому подобное. То есть неформальная диспансеризация, где измерили давление, взяли кровь из пальца и сказали, ты здоров, нормальное, адекватное обследование. То есть, получается, в клинику может прийти любой желающий? Абсолютно. Любого статуса, возраста или же с 18 лет у вас будет обследование? Ну, мы с взрослыми занимаемся. Взрослые люди, да. Со взрослыми. У стоматологов там детство есть, мы работаем со взрослыми пациентами, то есть с пациентами, достигшими возраста 18 лет. С собой нужно взять паспорт? Обязательно. Если есть какие-то предварительные результаты обследования, лучше захватить с собой, чтобы, во-первых, пациент не тратил деньги на повторный анализ, который, смысл перебирать кровь, если у нас сделан вчера анализ совершенно свежий. Пустые затраты, это непрофессионально. Это непрофессионально, это никому, ни доктору, ни пациенту ничего нового не даст, у нас как-то это не принято. Поэтому всегда просим все, что есть, захватить с собой, и при необходимости мы дополним объем обследования. Адрес клиники, улица Спартака, дом 42Б, ну а телефон для записи 394949, записывайтесь к врачу Игорю Ментьешову. Спасибо. Ну, поговорили мы сегодня уже много о здоровье, о том, как его сохранить, о том, чем страдает, чем болеет житель Тверской области. Хочется уже и побольше узнать про Игоря Ментьешова как человека. Немножко с другой стороны. Игорь Владимирович, вот вы с детства хотели стать врачом? Ну, я из семьи врачей, и как-то, ну как-то так исторически сложилось. Династии, можно сказать. Фактически, да. Династии, братья и сестры, и папа, и мама, и дядя, и тетя, все связаны с медициной, с различными направлениями, в большинстве, больше в хирургических направлениях. То есть, в основном все хирурги? В основном все хирурги. Взрослые? Имеется в виду хирургии взрослых или медицинских? Это челюстно-лицевые хирурги, это абдоминальные взрослые хирурги, вот брат двоюродный, он кардиолог-реаниматолог. Ну, не хирургия, но все равно что-то героическое в этом есть. Родители-стоматологи и хирурги-голова-шея. То есть, такие немножко многопрофильные, потому что военные врачи. Работать приходится много или есть свободное время для чего-то еще? Много ли свободного времени? Ну, свободного времени, скажем так, не так много, но если его грамотно распределить, то есть, времени хватает и на отдых, и на спорт. У вас какие-то есть определенные увлечения, какое-то хобби, которым вы можете похвастаться? Ну, хвастаться нехорошо. Ну, иногда можно сказать, похвалиться можно. Похвалиться, да-да-да. Ну, есть определенное хобби, в которое я вернулся уже в достаточно зрелом возрасте, начал в детстве. Вот это скайдайвинг, по-другому парашютный спорт. Опа! Игорь Владимирович, почему именно парашютный спорт? Ну-ка. Парашют? Ну, потому что это абсолютная свобода, это романтика. Свобода, романтика. Что еще? Какие ощущения? А чисто из медицинских соображений. Это хороший гормональный всплеск, который поддерживает и мужское здоровье, и уровень артериального давления в адекватном. То есть вы рекомендуете адреналин и гормональные всплески? По медицинским показаниям. А кому это показано? В принципе, ну, я бы сказал так, не прыгать с парашютом как-то. А летать и обнимать небо может фактически каждый желающий, у кого нет жестких противопоказаний. Есть аттракцион такой, своего рода. Ну, а точнее, это знакомство с небом в виде тандемных прыжков. Они абсолютно безопасны. Что значит тандемных? Ну, когда пассажир прыгает совместно с инструктором, с тандем-мастером. Это уже сразу самолета? Да. Я думаю, какие-то, может быть, есть муляжи там еще? Нет, нет, сразу прыгаем в самолеты. Сразу полетел, небо обнял, удовольствие получил. Самое главное, чтобы это не понравилось, потому что потом захочется учиться. Понятно. Снова и снова это повторять. Хорошо, да, это будет снова и снова. А противопоказания какие есть для... Ну, по кардиологии есть, если есть проблемы с сахарной диабетом, компенсированный. Верно, вес лишний, да? Или как? Ну, некоторые парашютные тандемные системы и 130 позволяют пассажира спокойно прокатить и приземлить. То есть, это не проблема. Ну, и проблемы, какие-то травмы, тяжелый остеохондроз, там вертебробазиллярные, недостаточно на фоне остеохондроза. У кого есть противопоказания, есть также и выход заняться творческой стороной жизни, которая также близка Игорю Владимировичу. Это стихи, песни, творчество, даже гастроли. Верно? Ну, гастроли не совсем. А в этом году у меня событие, у меня родилась внучка. Поздравляем. Поздравляем. Что заставила продолжить творчество вместе с небом, написать целую книгу детских стихов, иллюстрации которых, которой сейчас занимается известный такой и Тверской, и московский художник Алексей Чайкасов. Часть из этих стихов, в основном колыбельные, внучка слушает их с удовольствием, озвучила московская рок-группа «Летосфера», совместно с которыми я сотрудничаю, то есть я пишу им стихотворение, совместно записываем песни, а вот ребята уже гастролируют. Но у них будет концерт, как мы знаем, да? Концерт у них будет в Москве. Концерт будет в Москве 27-го... Октября, да, в 17 часов 30 минут, это метро «Чистые пруды», «Пап», «Окон». То есть, в принципе, все желающие могут приехать, послушать... Да, послушать. И вернуться на «Последние ласточки» в Тверь. Да, в концерты специально рассчитываются так, чтобы... Ну, во-первых, я как автор успел домой, к своему горячу любимому городу, к своим пациентам на следующий день. И, в частности, все желающие могли приехать, кто из регионов, потому что приезжают из колонны, вот, братья-парашютисты, из Рязани и так далее, чтобы они успели добраться домой, послушав хорошую музыку, получив удовольствие. Здорово. Хорошая музыка прекрасно сочетается с удовольствием жизни, со спортивным образом жизни, даже с парашютным спортом и с заботой о своем здоровье. Обо всем этом мы сегодня узнали. С удовольствием послушали Игоря Ментишова, врача, уролога, андролога, онколога больницы Пирогова. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. Спасибо, Игорь. До новых встреч. До новых встреч. До встречи через неделю.